Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный, сложный ортодонтический случай. Пациент обратился с жалобами на неровные зубы. Прежде всего мы видим, что не все зубы поместились в зубные ряды, им просто не хватило места. Верхние клыки располагаются вестибулярнее и выше, чем верхний зубной ряд. Боковые резцы располагаются орально и развернуты в дистальную сторону. На нижней челюсти во фронтальном отделе мы видим скучное положение зубов. Ввиду того, что у пациента отсутствует зуб 3-5, нижний зубной ряд сместился в левую сторону, и, соответственно, центральная линия между нижними резцами сместилась влево на 2,5 мм. Исходя из измерений на гипсовых модели челюстей, мы видим, что у пациента имеется сужение зубных рядов в области примоляров, в области маляров, а также укорочение зубных рядов в передних отделах. На основании полученных диагностических данных мы рекомендовали пациенту ортодонтическое лечение с помощью металлической самолигирующей брекет-системы с ортодонтическими удалениями зубов 1-4, 2-4 и 4-4. Далее я покажу, как проходит фиксация брекет-системы. Перед фиксацией брекет-системы показана санация полости рта и профессиональная очистка зубов. Перед фиксацией брекетов зубы подготавливают определенным образом. Сначала на вестибулярную поверхность зубов наносят потравочный гель. Он сделает имать шероховатой, что увеличит площадь сцепления зуба с брекетом. Продолжение следует... После смывания геля и высушивания зубов наносят бонт и засвечивают его. Бонт это специальная жидкость, улучшающая приклеивание фиксирующего материала к эмали. Бонт это специальная жидкость, улучшающая приклеивание фиксирующего материала к эмали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... После этого помещают брекет на вестибулярную поверхность зуба в нужное место, позиционируют его и плотно прижимают к эмали, убирают излишки материала. Затем засвечивают фиксирующий материал. Продолжение следует... На гипсовых моделях челюстей делают разметку, чтобы определиться с местом прикрепления брекетов. Для этого на каждом зубе карандашом отмечают мизиальную и дистальную границы вестибулярной поверхности, проводят продольную ось зуба и срединную горизонтальную линию. Место пересечения этих двух линий и является местом фиксации брекета. Также учитывается расстояние до режущего или десневого края от одноименных зубов одной челюсти. При необходимости можно воспользоваться специальным инструментом-позиционером. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...